Это наше утро на ОТВ, 15 число сегодня, годовщина падения метеорита. В студии Анна Шабадал и Степан Арефьев. С добрым утром. Как оказывается, уже 4 года прошло и какие исследования были совершены, сегодня мы узнаем в компании прекрасного человека. Итак, у нас сегодня в гостях директор астрокомплекса Жанна Бойло Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Доброе утро, Жанна. Доброе утро. Ну, скажите, вот прошло уже целых 4 года, как одно мгновение. Какие выводы сделали ученые о падении метеорита за это время? Ну, вообще, сейчас уже известен точно его состав, известна траектория его полета, его история, как он родился, о том, что это был часть астероида, и что, возможно, он сталкивался. То есть достаточно такие, скажем, большие подробности об этом известны. Потому что исследования проводились достаточно серьезные и глобальные. А сколько вообще... Вот, Аня, извини, перебью. Я вот помню, в прошлом году мы в этот день снимали передачу прямо в музее возле метеорита, и нам показывали паспорт метеорита. Это вот такая вот книга. Я вот нисколько не вру, да? Да. Вот он изучен уже на 100%. Так что метеорит – это прекрасная штука. Вот сегодня, можно сказать, что вот мы уже полностью изучили Челябинский метеорит? Ну, практически, да. Я думаю, что так можно сказать, потому что, в общем-то, проведены все анализы, все исследования. Во всяком случае, на уровне современной науки, да, можно так сказать. И вот какие именно, расскажите немножечко подробнее, какие именно открытия происходят? Ну, я не могу сказать, что это прямо открытие. Открытие – это когда-то что-то новое, да? Понятие, значит. Во-первых, то, что это метеорит из серии хондритов, и то, что в России аналогов такого метеорита не было. Во-вторых, вот стала известна его история, откуда он, то, что вот это была часть астероида, что достаточно большой у него возраст, что по анализам, скорее всего, он испытывал какого-то столкновения. И вот то, что произошло, в общем-то, упал, не всегда правильно говоришь, но над нами пролетел метеорит. Над нами пролетел метеор. Метеор – это тело, которое входит в нашу атмосферу, и в результате трения об атмосферу сгорает. А вот то, что уже упало, это называется метеорит. И вот, скорее всего, то, что вот это событие такое глобальное, и все его помнят, особенно жители Челябинска и близлежащих окрестностей, связано с тем, что произошел взрыв. Да. Страшный взрыв, который многие испытали и ощутили на себе. Вот это, да, наверное, скорее всего, привыкло к нам внимания. Если бы он просто пролетел над нами и упал где-нибудь на Шевральской тайге... Нам это не подходит. Мы хотим, чтобы все было громко. Ну, да, жителям Челябинска что-то нас особенное. Вот над нами вот такое явление случилось. То есть, в принципе, не сказать, что это какой-то вот супер, прямо такой очень редкий. С одной стороны, да, вот он редкий, потому что, на самом деле, в России аналогов подобного не было. Найден огромный фрагмент из озера Чебаркуль, его подняли. Может любой прийти его посмотреть. Есть множество осколков. Вот скажите, как раз именно об осколках хотелось бы спросить, потому что, главное, мы знаем, где находится. А многие говорят, что они взяли этот осколок, и он что-то делает, какие-то чудотворные. Ты помнишь, вот мы с тобой читали, что один житель Чебаркуля нашел кусочек метеорита, положил его в холодильник, и сейчас говорит, что благодаря этому кусочку у него молоко не скисает в холодильнике. Это правда или нет? Ну, можно позавидовать жителю Чебаркуля, у него замечательный холодильник, я так понимаю. И хорошую ферму выбирает в молоках. Да, у нас спорный вопрос насчет того, что молоко долго не скисает. У нас в Острокомплексе тоже есть осколок метеорита. Ну, на нас это никак не сказалось, наше молоко скисает. Ну, во все эти мистические вещи мы, конечно, не верим. Вот у нас очень... Причем, если в музее, как правило, мы можем на него только посмотреть, то, например, у нас в Острокомплексе можно его в руках подержать. И первый вопрос, который задают гости всегда, он не опасен, он не радиоактивен? Нет, он не опасен, он не радиоактивен. Но я думаю, что это больше какие-то все же мистические вещи. На самом деле было собрано очень много осколков. Я думаю, что о многих мы даже не подозреваем, потому что разброс осколков был достаточно большой. И очень много желающих было их найти и находили очень много. Известно, что... И, кстати, ученых это очень беспокоит, что у любителей очень много осколков, они неправильно охранятся. А, ну, как исторически, как артефакты они могут... Многие ведь это не осколки. Мне кажется, многие же просто придумывают, взяли камень... Камушков насобирали и продают. Я не исключаю такой вариант, потому что я сама сталкивалась с такой ситуацией, когда приносили... Ну, ведь простому человеку очень трудно визуально отличить метеорит от простого камня. И вот на фотографиях мы смотрели, любители собирали. Действительно, он когда лежит, то... А все-таки вот что он плохое совершает, если вот это действительно осколок метеорита? И он лежит дома, просто он как артефакт ищет? Да, он ничего плохого не совершает, этот осколок. А что бы ученые могли с ним сделать? Ученые могли бы его просто изучить, сравнить с теми образцами, которые уже есть, и в конце концов составить полностью приблизительный хотя бы фрагмент, в целом, какой он был по размеру. Потому что если собрать все фрагменты, мы же можем сложить их и видеть реалийку. Вот у меня сейчас объявление. Уважаемые зрители, если у вас дома хранится осколок метеорита, не храните его просто так, а просто возьмите и принесите его в астрокомплекс. Или подарите в наш Кривический музей. Да, там его изучат, и вы сделаете очень хорошее дело. Ну что ж, большое спасибо вам. Сегодня о метеорите мы говорили с директором астрокомплекса Жанной Бойло. А далее мы перейдем к нашей одной из самых любимых рубрик «Идеи для жизни».